Более 13 тысяч человек из Петровского сельского поселения ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Сегодня их фамилии можно прочесть на гранитных плитах в поселке Петровское, а также в новой книге под названием «Дивизия бессмертия». Свой трехтомник презентовал автор-составитель издания, пенсионер, местный житель Валерий Борисович Леонов. Идея создания «Дивизии бессмертия» появилась, когда Валерий Леонов посетил музей истории Петровского. Когда музей пришел, когда Паш вышел на пенсию, музей увидел начатую книгу рукописную, без названия, посмотрел, мы ее до конца доделали. Помогли Валерию Борисовичу в сборе информации сотрудники музея, местные жители и петровские школьники. То есть они знакомились с семьями, у которых были дедушки, бабушки, которые воевали, то есть они узнавали и изучали этот материал, и на классных часах они выступали, и отдавали Валерию Борисовичу этот материал. Чтобы сохранить для молодого поколения память о земляках, воевавших в годы Великой Отечественной, поименный список решили опубликовать. С реализацией планов автору и его сподвижникам помог депутат Ярославской областной думы, уроженец Ростовского района Владимир Колобов. Так и появился трехтомник. Каждую семью коснулась эта война. Каждая семья прошла через такие испытания, через такое горе, что забывать этого никогда не надо. И поэтому наши дети, я думаю, что передадут это своим детям, а они будут передавать своим. И тогда вот этот подвиг нашего народа не будет никогда забыт. На достигнутом автор не собирается останавливаться, поэтому на 17-й год Валерий Леонов планирует издать диски с фотографиями бойцов, чьи имена сегодня значатся в списке дивизии бессмертия. Ольга Преснухина, Георгий Иванов. День в событиях.